На самом деле, я в жизни такая хохлячка, вы бы знали, просто аж и шо. Потом мне девочки рассказали, что это самый крутой мальчик в школе. Очень важный этап для каждого в жизни. Какое-то первое детское воспоминание? Первое детское воспоминание? Холодно, но не слишком, это осень. Я в красном комбинезоне с ног до ушей. Парк, много пушек. По-моему, это Чернигов, Украина, прогулка с родителями. По-моему, прям самое-самое первое детское воспоминание. Расскажи немного о месте, в котором ты родилась. Вообще, родилась в Кировограде, но ничего оттуда не помню совершенно. Я поменяла много садиков, много городов. До пяти лет я постоянно разъезжала то по Украине, то по Крыму. А с чем это связано? С папиной работой, он постоянно ездил, и мы с ним. И в итоге в пять лет все-таки устаканились в Севастополе. Считаю своим родным городом, наверное. Садик, в котором не было бассейна, потому что в Украине всегда у меня были бассейны в садике. Было обидно. Море, много моря. Постоянно ездила к бабушке в Феодосию, там тоже купалась. Много времени проводила с родителями. Немного помню, честно. Садик, потом школа сразу. Школа ужасно потом ее поменяла. Почему? Друзей не было совсем. И в седьмом классе, вот у меня был друг с детства, я решила пойти к нему в школу. В итоге он переехал в Москву, а я там осталась. Дала настоящую дружбу, какие-то навыки коммуникации. Первая любовь. Мне было 13, я перешла только в эту школу, стояла на дежурстве. Что-то ко мне подошел 11-классник, и начал какие-то вопросы спрашивать непонятные. Я думаю, да что за бред, отойди от меня. Потом мне девочки рассказали, что это самый крутой мальчик в школе и так далее. Я думаю, да, но не похоже. И как-то все завертелось, закрутилось. Меня в себя влюбил, мне не нравился сначала. И потом долго просто встречались, 9 месяцев так-то. Так что школа очень веселая. И только в этом году я перешла на онлайн-обучение, как бы из нее ушла. Но со всеми до сих пор общаюсь, я их очень люблю. Дружба, мне кажется, это когда без слов понимаешь человека. Вот мы можем посмотреть на друг друга, и все понятно. Что кого тревожит, не нравится, либо наоборот, это очень круто. Когда прошел с человеком многое, и он понимает, почему ты так себя ведешь, или что-то еще, твои привычки, а ты знаешь его. Ой, это какие-то неведомые химические вещества. Не знаю, это вот в голову что-то ударяет резко. И все, ты ничего не понимаешь, не осознаешь, ты как будто в прострации какой-то летаешь, и видишь столько хорошего вокруг себя. У тебя ничего не может быть плохо, я не знаю, ты настолько окрылен, что у тебя в жизни все хорошо. Неведомое еще, конечно, для меня. Не знаю, хотелось бы еще раз испытать. Не знаю, я вообще такой человек. У меня родители такие, настраивают меня на положительные, даже когда загоняюсь. Когда в Москве я начала работать часто, я уже в Москве больше, чем дома. И вот бывает, я прям в напряжении, мне все бесит, я злюсь, и только стоит мне приехать домой, меня родители вот так вот опускают, или когда я злюсь, и даже звоню маме, мама такая, дыши, просто дыши. Вот они меня вот так успокаивают, налаживают во мне мою энергию, и все становится хорошо. Желание, ну не знаю, просто открытое, дружелюбное, я люблю помогать людям. И хорошо, когда встречается такой человек, который тоже на такой же волне с тобой, и тогда происходит какой-то коннект, и вот такие вдвоем течете по волнам. Скажи о своих родителях. Какие они? Они самые лучшие. Я не знаю как, они ребенка отпустили в другой город, к чужим людям работать. Это просто для меня что-то невероятное. Я с ними всегда, вот у меня мама вообще лучшая подружка, я с ней всем делюсь, звоню ей очень часто. Прям всегда, мама, тут такое произошло, ты не представляешь. Мы всегда вместе ездим отдыхать. То есть, когда я создавал СИКСО, ну, понятное дело, что чужие люди как-то очень странно там написали, приезжайте, все, переезжайте. Мама со мной поехала, посмотрела на это все. Мы так по-семейному все вот с Германом, с Евой пообщались. У нас был такой прям семейный ужин, они все объяснили, там, показали, рассказали. И мама такая, я вижу, что это хорошие люди, все хорошо, я улетаю, ты остаешься. И вот так всегда, они мне всегда только помогали. Когда только ТикТок создавала, я знаю, что многие родители такие, да фу, какая-то фигня, что ты фигней страдаешь вообще. А у меня родители наоборот. Мама такая, а ты сколько сегодня видео сняла? Давай, я тебе помогу. Искала мне образы всякие, разные одежды подбирала. Искала мне видео, звуки и со мной делала. Многие видео, которые мне зашли там больше миллиона, это вот мамины идеи, кстати. Вот она мне с этим всегда тоже помогает, папа тоже всегда помогал. Во-первых, мне очень жаль людей, у которых это не так. Не знаю, меня с детства вот всегда родители на это настраивали, вот, закладывали. Не знаю, надо быть открытыми, доверять и не бояться, что родители тебя не примут. Потому что это не так, они тебя родили ты зачем-то, значит, ты им нужна. Они нужны тебе, не отказываться никогда от помощи. Родители знают лучше. Зачем по приколках-то он у меня появился? Я сидела на уроках, была перемена. Моя подруга делала что-то в телефоне, подумала, что ты делаешь? О, да я какое-то видео снимаю, там, что-то под звук надо рот открывать. Я такая, а, ну, прикольно. Вообще, мне кажется, у всех было желание побывать в клипе, вот, на свою любимую песню. И в какой-то момент TikTok, ну, сделал это реальным. И я подумала, ну, хочу снять, типа, в клипе, чё, чё нет. И как-то пошло, поехало. А первое видео, которое залетело, только вышла песня «Нимфоманка», «Монеточки». Я была с подружкой в комнате, и надо было уже выходить из дома. А я чё-то сняла просто, и оно залетело. Я такая, мама, посмотри, чё-то начинается. Я такая, прикольно. Как из этого всё вылилось. За первый год миллион, за второй два, и вот так. Два года прошло уже. Я вообще люблю вызывать эмоции положительные. Люблю шутить. Моё любимое телешоу в детстве — это было Comedy Woman. И я ходила много на кастинге, всяких сериалах снималась. И там же нужно, ну, какой-то либо стих рассказать, либо ещё что-то. А я рассказывала сценки из Comedy Woman, потому что я очень любила шутить. И сейчас я стараюсь смех привносить. Потому что негатива и так много, а надо больше смеяться и радоваться. Поэтому только положительные эмоции вкладываю в свои видео. Вот многие говорят, что музыка, ещё что-то меня люди очень сильно настраивают. И локация, в которой я нахожусь. То есть, ну, я всегда в Крыму жила, и там всегда солнце, море, отличный воздух, тёплая погода. А в Москве как-то очень серо. Хоть там, ну, и всё круто, но погода на меня очень сильно влияет. И я когда в Сочи приехала, меня прям так разрядило. Я думаю, о-о-о, наконец-то. Поэтому погода, мне очень важно солнце. Если у меня нет солнца, у меня нет настроения вообще никакого. Всё, я не настроена, депрессия и так далее. А люди, когда они реально в чем-то вдохновлены, это очень круто. У меня есть подружка, которая мне отвечает за моего личного психолога. И вот насколько люди иногда могут найти правильные слова, помочь чем-то. Вот у меня есть четыре девочки, с которыми я очень сильно дружу, много лет. И я приезжаю, и они говорят, рассказывай. И как-то пытаются мне помочь со стороны. Словами, понятное дело, но они меня просто заряжают. Они говорят, всё будет хорошо. И я когда переезжала уже окончательно в Москву, я очень боялась. Очень. И они мне сказали, ты это делаешь только ради себя, ради своего счастья. Не из-за страха, а потому что тебе это реально нужно. Тебе так будет лучше. И я хочу им сказать, что я их очень сильно люблю. Мне было сложно с ними расставаться, но мы с ними всегда на связи. Они мне реально сильно помогли. И если бы не они, и именно каждая девочка в нужное время, в нужном месте, то ничего бы сейчас не было. Всегда плачут за подругу. Очень важная тема, очень важный этап для каждого в жизни. Если человек несчастен, значит, у него нет человека, который его выслушает. Хорошо, что у меня есть такие. Я им очень за это благодарна. Не знаю, это как-то происходит. Вселенная тебе его посылает или еще как-то. Надо со всеми общаться. И ты просто поймешь, когда он появится. Он поймет, ты поймешь. Коннект произойдет. Его не найти и так. Если ты будешь его искать, ты его не найдешь. Он просто в какой-то момент самый нужный для тебя появится. Просто сумасшедшая у меня жизнь. Самые какие-то важные моменты у меня происходят на вот так. Вся эта тема сексо решилась. Я Герман написал. Через неделю я уже была здесь. Еще какие-то моменты. Я всегда что-то внезапно улетала, что-то делала, работала, появлялись вот так вот все новые идеи. Это очень странно. Это очень круто. Как я уже говорила на костре, я с каждым днем убежаюсь, что я очень удачливый человек. Иметь столько удачи – это я не знаю, что я сделала в предыдущей жизни, чтобы сейчас у меня это все было. Ну как это? В 16 лет куда-то переехать, что-то делать, работать, ездить, найти реально друзей с людьми, с которыми тебе будет комфортно. И делать с ними такие безумные вещи – это просто в голове не укладывается. Я даже, ну, до сих пор не понимаю. Это не объяснить. Тикток – это сообщество, в котором много людей, которые делятся чем-то своим. Они, честно говоря, наверное, даже меняют мир в положительную сторону. Каждый приносит что-то свое, частичку за частичкой, и в итоге появляется целый мир. Это очень сильно. Мне кажется, многим людям это даже помогло с чем-то когда-то. Друзей много появилось из-за тиктока, и это очень тоже круто. Тикток – это реальная какая-то жизнь своя, единый организм, в котором все слажено, который улучшает мир сейчас, мне так кажется, в мире соцсетей. Своя жизнь, пытаюсь свою жизнь показывать, но многие говорят, что не получается, что я как-то себя не так веду на камеру или еще что-то, что я так в жизни не веду. На самом деле, я в жизни такая хохлячка, вы бы знали. Просто аж и шо. И пытаюсь себя как-то перенастраивать от этого. Не знаю, я очень веселая, очень добрая. Я вообще заводила, а все считают, что это не так. Не знаю, потому что, может, сама не проявляюсь или как-то это немножко не показываю. Но я постараюсь, чтобы все увидели, что я не такая. Когда первый раз приехала в Москву и гуляла по Красной площади, мне начали узнавать, подходили фоткаться. Не знаю, я не чувствую себя знаменитой. Я это каждому говорю, как ты себя ощущаешь. Но ощущаю, как ощущала. Стукнуло 10 тысяч, 100 тысяч, миллион, два. Внутри тебя ничего не поменялось. Ты просто чувствуешь, что у тебя что-то за спиной есть. Это твоя стена, это твои подписчики, это твоя аудитория, которая просто, если надо будет, они за тебя встанут горой. Сексуа начали больше узнавать. Начали прям вот куда ни выйдем, все дофоткаться, узнают. И это безумно приятно. Но когда они называют тебя кумиром, ты думаешь, что? Кем вы меня называете? Я просто девочка, которая тут живет, ходит. Какой кумир? Я не представляю, что я чей-то кумир. Вот там мне пишут вообще краш, там икона, кумир, ты для меня, все. Ну как это может быть? Я вообще не представляю. Это так странно. Типа вот я чей-то кумир, я вот тут вот сижу такая, ля-ля-ля. А кто-то вот меня просто вот так вот превозносит и как? Я не понимаю, но я безумно благодарна этим людям. Но в голове это явно не укладывается. Я не знаю, смогу ли я это понять в дальнейшем или нет. Все популярные люди, они не чувствуют себя популярными. Они такие же люди, как и мы все, как и вы все. Поэтому не надо стесняться. Если вы хотите подойти и что-то спросить, мы ответим на каждый ваш вопрос. Мы с вами сфоткаемся, расскажем, покажем. Мы не зазвездились, если что, не чувством, не ощущаем. Зай, ты там не офигела? Спустись, пожалуйста, на землю. Ты же знаешь, сколько ты прошла, сколько еще будет. Потерпи. Хотела сказать, что это группа людей, но это не так. Это большая семья, в которой не только блогеры. Это операторы, монтажеры, помощники, менеджеры. Это единый организм. Вот реально, я не представляю. Если бы кого-то не было, то чего-то бы точно не произошло. У этой семьи такое единое сердечко. И вот если кому-то плохо, то плохо всем. Если кому-то хорошо, то его все поддержат. Если же на помощь, то тебе все помогут. И когда приходили новые ребята, они говорили, что себя не так ощущают. Я говорю, ну как, ну как не так? Они говорят, ну вот у нас нет друзей, как-то не можем себя найти на своем месте. Я говорю, нет, вы себя неправильно ставите. Здесь все друзья, вот вы можете зайти кому угодно, вот постучаться среди хоть ночи. И вас все выслушают, дадут вам совет, помогут с чем угодно. Хоть в космос полететь, вас отправят в этот долбаный космос, если вам надо будет. Поэтому мы здесь все вместе, все рядом и все готовы прийти на помощь. Все за друг другом горой убьют, если надо. Но не надо. XO сделает какое-то сумасшествие. XO делает что-то такое нереальное. Ну, я бы вот, если бы мне сказали бы, я не знаю, в лет 13, что такое будет. Я такая, нормально? Да, ну выбраться сюда, все вместе, при том, что мы в кино ели можем вместе ходить. Выбраться на море, в какую-то такую теплую погоду, в другой город. С вот таким масштабным проектом – это что-то нереальное. А сколько мы всего сделали за эти 10 дней? То есть я впервые там побывала в парке аттракционов. И хоть я не такая боягуска, но ножки все равно вот так вот подкашивались. Впервые мы пошли в этот скайпарк. Оттуда там прыгали, ехали, что-то делали. Впервые я на парашюте полетала. Это для меня тоже еще было мечтой. Ну, вообще просто. Я не знаю. Реально за эти 10 дней пережила столько новых эмоций для меня. За большую часть жизни такого я еще не испытывала. Еще полгода назад я не могла подумать, что со мной такое будет. А что будет через год? Как моя жизнь развернется? Опять же таки на 365 градусов я даже представить не могу. И загадывать не хочу. Все будет течь по своим течениям, как надо. Но сто процентов, что я уверена, что все будет просто офигенно. XO – очень большое будущее. То есть с чего они начинали? Это Герман Морисен, потом пошло XO Life, потом мы. Какая-то просто династия. И вот что будет дальше? Дальше точно что-то будет. XO всегда будет развиваться в правильном направлении. В направлении человечества. На что я точно надеюсь, что соцсети сейчас реально помогут как-то миру. То есть было Black Lives Matter и так далее. И по соцсетям реально видно, что людям не безразлично. И я надеюсь, что это заполнит весь мир, что он увидит, что нельзя себе так поступать. Нужно ко всем относиться как к себе. Вот мне родители всегда говорили, вот как ты хочешь, чтобы с тобой относились, надо как к себе. И я надеюсь, что каждый человек это поймет и принесет хорошую лепту в мир. Надеюсь, что на это рассчитано соцсети. Самое важное – наслаждаться каждым моментом. Это точно. Не расстраиваться по пустякам. По пустякам? Ок, все. Новое слово. Не расстраиваться по пустякам. Потому что… Я не помню, кто мне сказал, честно. Не надо расстраиваться из-за того, что тебе не даст отдачу через пять лет. А я так подумаю, мне ничего не даст через пять лет, поэтому пофиг. Поэтому сейчас нужно максимально наслаждаться. Пока есть время, энергия, состояние души, надо вот все делать для этого. Лучше быть веселой какашкой, чем унылой говняшкой. О боже, сдать экзамены, ребят. Больше развиваться, больше снимать ютуба хочу. Как бы это ни было смешно, я хочу пойти на вокал. Хочу себя в это попробовать. Когда-то ходила на него, но сейчас хочу более основательно заняться. Не буду сразу записывать песни, не волнуйтесь, я уберегу ваши уши. Покажется, только обучение у меня на это настроено. Много всего. Потерять все, что умею сейчас. Для меня это стало реально важно. Как бы ни было странно, вы не думайте, что мы просто сборище людей. Это не так, мы уже привязались друг к другу. Наш дом — это не просто помещение, в котором мы собираемся. А это уже реально намного, намного больше. И если я это сейчас потеряю, я не знаю, как я буду жить. Я много думала, как может развернуться моя жизнь, если бы не XO. Она была бы неплохая, но мне было бы скучно. Очень скучно. Не представляю свою жизнь без моментов, без резких поворотов, которые меняют мою жизнь. Просто такое происходит чуть ли не каждые два месяца. Это реально как кататься на аттракционах, когда тебя подвешивают, и потом свободное падение, и вот это опять все меняет. Вот я себя так ощущаю. То есть каждый раз что-то новое, что-то совершенно новое. То, о чем я и мечтать не могла, со мной случается. Это просто взрыв мозга. Единственная фраза, которая мне помогает, которую я говорю всем, говорю сама себе, которую мне все говорят – это «дальше больше». Всегда, когда я благодарю своих подписчиков за очередное количество, за какие-то моменты в жизни, я заканчиваю словами «дальше больше». Потому что это реально так, мое развитие, оно не остановится. Дальше, 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 больше, больше, больше. Больше новых открытий, эмоций, проектов. Ребят, у вас все будет. Если у вас сейчас этого нет, значит, время еще для этого не настало. Значит, если у вас сейчас черная полоса в жизни, то за ней всегда следует белая. И это всегда так будет. Главное – посылать хорошие импульсы в космос и думайте материально. Мечтайте, говорите, что вот у вас все будет. И это реально так будет. Если вы себя на это настроите, то, значит, так будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok